Привет-привет, мой добрый зритель! Чтобы у тебя в 7 утра был ролик, я решила записать ночью ещё один. У меня перекур. Я уже не знаю, на кого похожа, но ещё ничего. Я же хотела начать с вами, девушка Непросковья из Подмосковья. Второй ролик хочу начать. Здравствуйте, с вами девушка Непросковья из Подмосковья. Забываю. Ну ладно, третий ролик начну, если не забуду. Один человек, второй человек, Таня, спасибо даже за такие вот встречи, которые была перед этим. Я говорю, да ты ролик вот так вот просто записан, а нам прям вот, ну, чтобы утренний кофе был вкусным, этого вполне достаточно. И пока не совсем стемнело, я тут уже разобрала вообще кучу всего, и надо посидеть. А думаю, что сидеть просто так? Вот непривычно мы сидеть без дела, понимаете? Я бы полежала без дела, но диван не привезли. Вот. А если я сейчас лягу на матрас, я просто не встану с него. Я уж лягу до утра. И вот, чтобы не сидеть без дела, я решила записать ролик, который выйдет завтра в 7. Я проснусь и уже знаю, что ролик вышел. И потом-то мы где-нибудь, может, даже пошатаемся, контент понаберём. А может, не пошатаемся, может, сумки продолжу разбирать. Я когда сказала, да я же рада, что мне говорить-то, а что он мне снимает-то? Я вот так смотрю на себя, думаю, господи, то ли футболка уже в тряпку превратилась за эти дни. Я же их хожу-хожу, я ей вытру руки, они едут. Когда за полотенцем прийти, если сказать, да его нет, есть, полотенцем есть. Или я схуднул за полтора дня так, что прям футболка такая стала велика. Давайте думать, что второе, на самом деле первое. Ну, девочки, вы мне в эти дни всё прощайте, да? Я ещё вам при прическе, ещё даже к концу дня на при прическе. Может, свет включить или ещё видать. Такой, Таня, а вы покупки снимайте, показывай. А я и дело не люблю, честно говоря, не люблю. И не люблю, нет, покупки я сама покажу. Я имею в виду из-за комментариев неадекватных. То не то, это нет. Мне пофиг, потому что купил, ты купил. Что хочу купить, то я куплю. Но тратить время на эти вот всякие тыны, надо ли было то-то, надо ли было то-то. Это недобрые советы. Думаю, что вот это, светлый. Не-не-не-не. Это вот, понимаете, учителя жизни. То, что я хочу иначе, всё равно. Надо вот так. Ну, думаю, про девчонок, что я буду забывать. Про нормально-то, которые даже если не понравятся, они где-то в голове подумают, а я бы это не купила. Или там, ну, в любом случае, скажут, а решение за тайм. Вот. Я вам сегодня немножко покажу. Переписка была, да? У меня меня интересуют шторы. Купили, не купили? Говорю, купили. Не повесили, пока крючков нет. Покажите, пожалуйста. Девчата. Ну, это вот у меня всё, понимаете, я очень люблю простоту, граничащую со стилем. Это как вот сказать. Меня как-то так воспитали, что вот в простоте вот это всё. Или в каких-то уж тогда богатых наворотах. Это тоже очень всё красиво может быть. Но раз богатых наворотов нет, надо всё как-то так вот, даже не скромненько и со вкусом, а. Ну, я не знаю, как это сказать. В общем, приготовьтесь. Кому интересно, кому нет, опять. Нет, продолжаю, всё равно умудряться писать, даёшь вязание. Это уже просто анекдот. Я хохочу, но куда деваться-то. Значит, у меня пока ещё не всё тряслось. И в те, так сказать, выходы в магазин, что мы ходили, мы ещё многое не уложили. Лишь бы купить, а бы купить. Я не хочу. Я лучше потом. Вот это даже я, которая хочет всё сразу. У меня не терпёшка вообще, чтобы тут висел, чтобы тут висел. Тем не менее, тем не менее, тут я включила. Пусть и перушку такую. У меня будет вырисовываться. То, что я пока не видела, не знаю. Я здесь была вот в день сделки. Меня привёз Толя, попросил владельца, мам, всё-таки издалека. Давайте не будем ждать, когда ключи. Ключи только, когда деньги поступили бы. Там, три-четыре рабочих дня в Росреестр, три-четыре рабочих дня в банах. Вот. Он пошёл на встречу, привёз. И потом, вот, когда мы чабадан разгружали, у меня такое что сложилось, да, у них фотографии, у меня иногда складываются подольше. Мне нужно подольше всё это сложить. Тем более, в общем-то, конечно, когда площадь большая, это одна картина, когда площадь маленькая, это другая картина. Вот пока, пока. Я знаю, что шторки можно сменить, потом можете видеть, как я это вижу, да? На вид адрес не поменял, у меня ещё всё... Нет уже меня там, надо поменять. Я почему не выключаю зон каждого? Я тут прям вообще, у меня как штаб-квартира. В общем, я была уверена... На мебели в комнате у меня никакой нет. Здесь остаётся гранитурь, которая остаётся всё. Я была уверена, что стол я поменяю на круглый. Это стильнее, это лучше смотреться было бы. Здесь есть прямоугольный столик. Отличный прямоугольный всё. Но когда круглый стол, он действительно мне от двери до балкона даёт немножко сэкономить сантиметра, но вширь не даёт. А мне вот здесь надо поставить за меня кулькус. Это он сейчас там в комнате. А может, он в комнате останется. Здесь я равно цветок куплю. Мне нужно цветовое пятно. Здесь вот цветок. У меня один большой цветок, а у меня 20 больших цветков. Какой-то второй будет. Может быть, пальмочка, может быть, что. И если я куплю круглый, я сэкономлю вот этот из... Немножечко, конечно, будет. Мы уже круглым всяким присматривались. Совсем маленький, который не раскладывает, несерьёзный. Даже детки в гости придут, а... А большой круглый стол, он, который я хочу, круглый стол размером, он сэкономит мне от стола до гарнитура расстояния, но расширит мне какие-то вроде 15-20 сантиметров так, что там уже... Ну, я не хочу, чтобы человек сидел на цветке. А сейчас вот так. Поэтому я пока тормознула. Соответственно, стулья я хотела другого цвета. Такие прям приятные серого цвета. Один вот такой стул, он здесь уже был, вот такой цвет, приятный. На балкон. Один, неважно, тут район, говорит, молодой, только любой, вот он, правда, простул, говорил, любое объявление забирает сразу, потому что здесь вот... И новосёв, много квартирантов, много всё это уходит в лёд. Я решила тормознуться. Думаю, вообще должна на этом стуле сидеть на балконе. Я там какой-нибудь креселку лучше себе куплю. Мне было креселка такой, поудобнее немножко, так пообхватистей. И эти пока два стула оставила, вот этим цветом, и пошла плясать от них. Опять же говорю, временно надоест, это самое... Всё переиграю, пока вот сложилось в голове. Даже кастрюльки, ну, как кастрюльки, это называется скопш, там ещё одна кастрюлька, я вообще всё не принесла. А, значит, посоли. Так как гарнитол белый, он выдерживает абсолютно все цвета. Захотел оранжевый аксессуар, пожалуйста. Захотел серый, пожалуйста. Захотел красный, пожалуйста. Захотел зелёный, пожалуйста. Захотел жёлтый, пожалуйста. Вот это очень благодать прям, благодатная. И вот именно на данный момент, я что хочу сказать, на плите будет, например, стоять, там, я не знаю, яйца варится в этом ковшечке, да, и немножечко будет гармонировать. Я только сейчас поняла, у меня заяц-то тележку везёт. А тележка такого же цвета, значит, надо на стол поставить. Где там он, заяц? Я ещё пока до него не дошла, но я много сумок уже разобрала. Просто у меня большущие, они большущие сумки быстро разбираются. А вот маленькие сумочки, да, что-то там ценненькое, что-то завернут в заяц, он и завёрнут в кухонное полотенце в одну из маленьких сумок. Но я до них ещё не добралась. А куда спешить? Какие наши годы? Вот. В общем, представляете, да, на плите стоит вот это, стул стоит вот это. Это всё так будет. И примерно такие же шторки, но в основном это всё белое, это всё акценты такие. И шторки я взяла, не падаю, ну что вы думаете, как-то так показать, чтобы не было рекламы. Вот таким цветом. Они чуть посветлее, чем кресло, мне это и надо, да, потому что вообще шторы, они как бы объединяют вот белый гарнитур, тра-та-та, вот белый добавили вот в этот цвет, и вот такой получился. Они сейчас вот, наверное, может свет включить. Они темнее, они светлее на самом деле. Вот этот цвет только выберенный. И когда белый цвет и вот этот цвет будут в общей массе и в акцентах, этого будет достаточно. И чайнички я купила с белой крышечкой, ну, с белой ручкой. И фильтр с белой ручкой. Здесь уже не надо других акцентов. Я к чему говорю, что вот эти два цвета пока будут, да? И какие мне акценты захочется, я не знаю, тыкву в оранжевую поставить. Я говорю от балду, я еще ничего, нет, не важно. Они поддерживают любой третий цвет. Захочется не сечишка, там, я не знаю, какую-то красненькую вазочку, красненькую свечечку, пожалуйста. Захочется желтенькую вазочку, желтенькую свечечку, пожалуйста. Вот эти вот основные цвета. Вот еще я руководствовалась тем, глаз все-таки устал от тех цветов, которые были на той квартире. И хочется чего-то новенького. Если я там вот, допустим, желтоватый, такой бежеватый, вот, сюда бы это тоже пошло. Белые гарнитуры, еще раз говорю, поддерживать все, что угодно. Вот. Но тут, когда я решила оставить стульчики, пошла пляска от них. Пошла пляска от них. Вот. И пока я как бы решила таким образом. По большому счету, уже три цвета есть. Белый гарнитур, под дерево, вот столешница, вот это вот, на окнах, на стульях. Очень все спокойно. Это цвета, которые я обожаю. Я все говорю, небо, песок. Оно белое, оно есть белое. Все вот так, пока на кухне остается вот в таких тонах, что называется. Надеюсь, будет хорошо. Для меня хорошо. Это я уже... Вы знаете, я не боюсь комментариев, типа, зачем, куда, к чему еще что-то. Мне жалко на них время отвлекаться. В комнате, в комнате у меня будет такой глубокий бирюзовый диван. Прям темный-притемный. И... Ну, у меня такие светлые уже тона были. Опять же, глаз хочется... Чехлом в любой момент все это можно увести. Я согласна. Просто диван вот именно, чтобы он был с тем матрасом, который... Спинушка-то у меня давно болит. Мне нужен матрас. Прям прочитаю, но якобы это, прям аналогов нету в мире ему. Есть, конечно, это рекламный ход, но я очень много читала про диваны. Мы даже хотели с матрасом взять. Но что мне не понравилось в диванах с матрасом, то, что когда... Разберешь, это классно. Уже как бы... Как же тут назывался-то? Беленькой, тверденькой стелется. Топпер сверху. Топпер. Ну, что-то такое, да. И когда все сворачивается, то топпер как раз занимает место, предназначенное в диванах без него, без матраса, так образно говоря, для постельных принадлежностей. Мне это место для постельных принадлежностей очень нужно. Там, правда, была модель, где широкие боковинки, боковушки, получились боковишки. Подлокотники, что ли, широкие. И там защита... Ну, я за подушкой представляю, как тот одеяло запихивать, я не представляю. И не надо мне представлять. В общем, я искала, чтобы было место не матрасом занимаем, а для постельных принадлежностей, чтобы был отсек. Если уже боковушки еще полые будут, бог, если нет, у меня не полые, у меня простые. И мы нашли диван, ну, там это просто ортопедически, там ввести, там выбор остался только вот как-то пальцем тыкнуть и остановиться. Я Толя сразу сказала, мне любое одеяло, когда мы вчера ходили, мне показывали за пять и за семь, не знаю, зачем оно мне нужно. Я просто льняное взяла, одеялочко... Оно не самое тешёное, там самое тешёное синтетическое, но тем не менее, прямо вот, одеяло мне всё равно. Я не мерзляк, укрылась и хорошо, но подушку мне вот прям, пожалуйста, одну из неплохих. То же самое я сказала дивану, то ли я готова всё остальное, мебелюшку, будет она, будет, не будет. Я просто сынам очень советую, я понимаю, что рулю положением, я вам скажу, вот, мам, тебе жить, тебе спать, тебе это. Вот, но диван я хочу хороший. И мы взяли, он хоть без матраса, такой вот, без топера, без этого. Просто мы ходили, очень сейчас предлагаются ортопедически чуть-чуть топер сверху, вот, говорит, которое место занимает. Мы заказали, взяли, хотя бы сказать, нет, он ещё где-то там. Заказали диван, сколько-то слоёв, слоёв, я уже запуталась даже считать это. Вот, он особо, редко где видно, что у дивана лицо. Вот мы сейчас ходим, посмотри, вот у этого дивана есть лицо. Он, правда, диван мягкий, мне неудобный, и он маленький. Это хорошо, где-то в детской поставить, там ещё. А диван, который будет, ну, центром, вообще, душой квартиры, там тоже надо подумать. И пусть уж он будет не очень, ну, обычный, самый обычный, но у него какие-то там, вот, именно в матрасе, на вороте, на вороте, на вороте, которые меня устраивают. Он действительно жестковатый такой, но мне и нужен. Нет, он мягкий, но он жестковатый, ещё от каждого шороха, это самое, дёргаюсь. Непривычное место ещё всё равно, новенькое. Так, и пока он будет первое время без каких-либо чехлов, это я возвращаюсь в комнате, в цвет, что уровни такие не нужны там, чтобы всё сливалось, так далее, так далее, с тема тоже белая. Очень хорошо. Всё, то ли, давай в Пинтеррес залезем, всё, а я, понимаете, там такие комнаты предлагаю, там идеи классные, но под какие-то другие комнаты, и там всё дизайнерское. Вот мы, допустим, где под диван подберём шторы, а вот там какие-то штучки, 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 там какие-то полочки, 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 какие-то картины, 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 там всё это дизайнерское, а без них смотреться от него это всё обуславливает. Поэтому говорю, Пинтеррес, то ли это вы и сами по Пинтерресе, ничего против него, классные картинки. Но мне нужно сходить из того, что и сходить. И я решила на первое время, потому что я буду менять, как-то мне хочется на Пасху, допустим, на Новый год что-то. Потом на сменку я придумаю. Может, даже я соскучусь по такому бежевому песочному цвету. Тоже будет очень хорошо. Берю за прям таким вот вымоченным цветом какого-то выбеленного песка. Это будет очень красиво, очень красиво. Может, на случай пока просто меня много окружало этого, да, и я решила сделать цвет, который меня не окружал. Вот такой светло-светло-серый, тоже светло-серый, тона столько всего там есть, и вот один меня зовет и манит, другой совершенно не зовет, совершенно не манит. Я остановилась. Ну, он потемнее, если так вот даже представить, шторы, диван. И вот просто такое сочетание, оно спокойное, спокойное, а в маленькой комнате нужно, чтобы было спокойное. Кричащие какие-то вещи, они душат в маленькой комнате. Большое, еще можно как-то обыграть и выдержать. Все равно в любой большой комнате, если что-то кричащие, да, есть какой-то уголок, где можно отдохнуть, глазу как минимум, ну, и физически. Я могу подушками, которые, кстати, еще не купила, думками, делать цветовые акценты, да, то же самое свечечкой, то же самое какой-то, я не знаю, вот посмотрите, как здорово, такие шторы, ну, немножко поглубже диван, это все-таки с голубизной, а там вот именно цвет морской волны в зелью ходить. Захочется мне желтые подушки подержать месяц, там три. И такого цвета подушки будет, и одноакцентное желтое. У меня тяжело, держать, пожалуйста. Захочется розенька какая-то, выбельная роза, пожалуйста. Захочется не выделять цветом, пожалуйста. То есть одна подушечка, например, да, и какая-то свечечка на поте, вот в мебелюшке, которой у меня еще нет, все, один акцент. Надоел этот цвет, меняю на другой, тоже подушечки, могу навязать, могу накупить, могу нашить, как угодно. Вот, и, где моя швейная машинка? Она идет уже? А, уже приехала. У меня какая-то такая ромбошка есть, вот на таком фоне, прям, не дать нельзя, на таком фоне, загогулины такие, цвета вот это. Сейчас, до меня прям доходит по ходу. Можно сшить наволочки. Как здорово, надевание однотонного, там немножко другой оттенок, вот, однотонную подушечку, да, и к ней рядом прилепить на таком фоне вот такие загогулины. Классно. Это я сейчас, я, наверное, вручную шью, я машинку сошью, не вытащу, но это еще когда будет, не знаю. Вот такие спокойные, мне очень понравилось. Просто вот мы серые стали, там есть побледнее, по темнее, по темнее мне не идет. Если вот у Толи гарнитур, слизы прям темные-темные, у них и шторы темные, у них это да, подходит, у меня нет, у меня вот светлые, там были еще светлее, это уже, ну, бледнит, что ли так, без всяких там узоров, без крутаться пинзелей, просто вот сборочку шторчки, и все, это будет очень хорошо. Сковород я вам показывала в предыдущем, и самые обычные, там, не знаю, вилки-ложки, вроде все, это кажется, что тут вроде я бедро сошла, потому что не надо пока положила, подушку с одеялом расстелила уже, да, постельный комплект, еще надо один, один, один еще, в общем, что касается покупок, так потихонечку, если вот так вот представить, как что, рассказал, в кладовочке лежало все красиво, в кладовочке. Вообще сейчас не парюсь по поводу, там, только что мне сказал, нам детали интересные, еще чего-то, я могла там уйти, шуровать, искать, это что там, я в деревянных досочках возилась, и пока купила, кстати, вот мне надо деревянную доску, а там набор, который большой мне не нужен, или тот размер, который мне то не силы, я хочу средненькую доску, но, а мы пока купили такие гибкие, вот они, их, что показывать, зато так нарезал, и в супчик очень удобно бросать, они как красота, они не хорошо, а как функционал, они хорошо, но мне нужно, конечно, это деревянный доски, потому что у меня поверхность, во-первых, я люблю деревянную, и поверхность под дерево, как-то это все будет, я буду прятать, у меня они где висеть не будут, но даже вот так готовить, как-то это все очень гармонично и красиво, так, и вопросы, ой, у меня здесь нету скрина, я помню, что вопрос был еще, прям, то ли мы в пути были, я получила вопрос, я заскринила, но на этом телефоне, девочки, вы говорите, Татьяна, расскажите, как развивали свой канал, как набирали подписчиков, кто был первыми подписчиками, развивала я канал, без каких-либо подводных камней, там можно, это, я сейчас вот, когда не владею, смысл точно будет такой, это есть функция, но я знаю, как это делается, просто Толик, как ты мне рассказывал, будем сами идти, да, вот просто контентом, просто работой, можно как-то, ну не купить, а нет, наверное купить, заплатить, в общем там накручивать, вот если вы когда-нибудь замечали, что так раз вы подписаны на канал, на который сам не подписывай, случайно, как я могу подписаться на этот канал, и некоторые каналы пользуются такой функцией, что куда-то, вот я тебя понятия не имею, но количество подписчиков увеличится, за счет вот так вот, это называется, купить подписчиков, чисто чтобы цифра была, они должны знать, что подписаны, они конечно не смотрят, но цифры красивые, я не знаю, некоторые никак не могут, ну 150 человек осталось, так красивые цифры там 10 тысяч, покупаются, как это называется накрутить подписчиков, вот как накручиваются подписчики, это где-то что-то кому-то, я не знаю, потому что я этими не пользовалась, знаете, работать, работать, еще раз работать, просто когда я открывала канал, у меня была основная работа, и было тяжело, канал был так по выходным, и между делом и так далее, но я уже когда говорю, я рассказывала, родители заболели, и сидеть на пенсии, это не моя история на пенсии родителей, и я стала канал, уйдя с работы, чтобы в любой момент быть с родителями, я стала канал развивать больше, только работой я развивала свой канал, в это самое, ежедневной работой, как набираются подписчики, вот так они набираются, кому интересно, у любого блогера, круговорот подписчиков в природе, да, и я сама лично была подписчиком, у кого-то потом ушла, ну потеряла интерес человека, потом могла вернуться, соскучиться, могла не вернуться, могла просто подзабыть, не смотришь, не смотришь видео, они же в рекомендованные, не выходят, мне бы чего-то не хватает, вот тут, все еще пока у нас по-новосельски, вот так вот тут лежит, да, и ковшик, она начинает кастрюлю, как красиво, и надо как-то так сесть, чтобы кусочек этого, ой нет, сидеть я буду не так, спина говорит, Таня, ты отдыхать села, или кривляться, отдыхать, отдыхать спинушка, отдыхать я села, и кто были первые подписчики, дело в том, что как-то больше откликнулись у меня на видео о вышивке, наверное, среди самых первых роликов, были родительские посиделки, и видео о вышивке, вязание я не выкладывала, и потянулись девочки, вообще первым округом зрителей, в основном были вышивальщицы, поэтому я сейчас с огромным, ну как-то знаю прям вышивальщи, с огромным интересом, продолжаю их смотреть, но я смотрю готовые работы, два стежочек плюс два стежочек, это уже не мой формат, а так вообще вышивальщицы, как у нас, процессы, что новенькое начало, какой набор, сегодня обзор делаем, там наборов вышивки, ой-ой-ой, фирм вышивальна, ой-ой-ой, и когда человек покупает набор, сидишь с замиранием, смотришь, он открыл, он показал, какие ниточки, даже организованные, нитки в наборе с иголкой, с конвой, по-разному бывают, разные какие-то органайзеры, выдумывают, да, то ниточки висят на округле, шкаф, просто в картоне, продырявленном, то ниточки как-то уже кто-то придумал по-другому, куда-то намотать там, вот, и все это как-то интересненько, вышивальщицы поймут, кто вышивает на пяльце, кто на станке, кто вообще без пяльц, я первого вообще не любила, с узлом без узелков, какой-то ретро-раритетный набор, кто-то где-то найдет и про него расскажет, на вышивке, вы знаете, есть набор, который там уже, ну, снялись в производстве, их не найти, да, как у нас пряжу, но я же не думаю, как за пряжей гоняюсь, а это вот как бы наборчик, особенно Димовский, да, Димамана, там, можно так назвать, не знаю, кто Диманшинс вышивает, ой, там, вот это, знаете, там, коллекционеры поменяются, давай тебе два, ты мне этот набор, а вот это уже сняли, это хочется, это все так интересно, увлекательно было, мне когда-то сейчас нет, и мои первые подписчики, они были в основном вышивальщицы, потом я потихоньку, потихоньку, я даже не помню, как показал, по-моему, что-то связанное, и я вообще не анализирую, ничего не смотрю, то ли у меня просто, вышивка, я устала от вышивки очень сильно, я стала вязать показы, и сама там не ожидает, Ольга, смотри, просмотр, вышивка вам заинтересовала гораздо больше, ой, вязание заинтересовала больше, чем вышивка, и как-то вот пошло-пошло, уже аудитория немножечко поменялась, но первые мои подписчики были вот девчата, которые вышивают в основном, прям процентов 90, они были разные, я не могу сказать, что все до единого, но в основном вышивальщицы. Дальше был вопрос, я сейчас не вспомню, про театры. Планирую ли я посещать театры, какие постановки мне нравятся, вообще, то и люблю ли я театр, театр, являюсь ли я театром, что тут в этом роде, девочки, точно не помню, но отвечу. Даже строить из себя никого не буду, сказать, что я прям такая вот вся в театре, нет, нет, театры я посещала, когда вот у меня подруга уехала, поступила, и нет, после медфака по распределению попала работать, нижний, да, мы просто ездили и город посмотреть, и, как помню, она в какую-то мороженку завела, я первый раз, ну, какая я была, нет, уже не подросток, и девушка тоже училась, мы учились, у нас вафель на стаканчиках, пожалуйста, между, там, я не знаю, брикеток вафельных, вафель, вафель, между ними мороженое, все, но чтобы шарики накладывать на рожок, уже рожок, можно было купить готовый рожок в упаковке, а так прийти в мороженую, берут рожок и тебе на одном рожке три разных цвета, шоколадный, фисташковый, там, допустим, и беленький, я мне тут, уже, я прям была взрослая, такое открытие было, и вот она, наверное, желает сделать все, чтобы вообще у нас это было, на три дня мы ездили, она спрела в театр, это была оперета, да простите меня, Ирочка, Ирочка, простите, вот, но она такая вся, она, понимаете, она вся, вот, она любит это искусство, она очень музыкальная, как вот меня, где медведь на уху наступил, свел с ней, я не знаю, вот она вот, понимаете, она прям вот, она знает, что дальше будет, вот, она уже представляет, как это где-то что-то, как, и в музыке она была, она была в пи... Я ездила, да, насчет фасонной подружки, мы же как две, пока вот идет, там же все-таки текст, 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 да, вот с пением, перекликать оперет, опять текст, 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 и что снилось вам сегодня из дома, и пошло, пошла ответ, то есть нам это было вот, ну, еле-еле высидели, и потом, когда нас, меня занесло, когда это было, я даже не помню, какие-то по случаю билеты нашли, я когда, ну, в театр, в театр, я когда узнала, я уже не помню, как это называется, но когда узнала, что это именно оперет, она опять куда занесла, она куда меня опять занесла, а нет, эта оперета была, я рот открывала, Но это было очень давно. Я открывала рот и, понимаете, как все закончилось. Тоже оперета, тоже текст-текст с песенками. Нельзя назвать с опера. И мне так понравилось. Мне так понравилось. Очень часто ходила в кукольные театры. Тоже не мое. Толь любил. Мы вообще премьеры не пропускали. Ой, вот он сам даже опирал. Кос в сапогах пошли, пошли. О, снегурочки там затеркали. Пойдем, пойдем. Я сидела, понимаете, ну я была счастлива, что ребенка, так сказать, привела в кукольный театр. Но я не помню, какую сказку, какую, что вот это все. Ну я не живу театром. По плану, я говорю, посещать, да, надо, надо. Я, это самое, в планах у меня есть. Опять же, не я, тут меня вот ведут. Но это не скорая. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, маленькая оптика. Я буду сейчас сидеть в любом театре, думать о кастрюлях, которые, нет, я сегодня все в шкафу поставила, все протянула. Пока нет. А со временем, да. Но заядлый такой вот, театралка, можно сказать, нехорошо, любительницей театров я не являюсь. Это можно даже дать, к сожалению. Я не являюсь. У нас театр я посещала, как-то, то ли было, у него голос очень хорошо поставленный, и по школе, и потом после школ, как-то, он частенько был ведущим каких-то мероприятий. И я театр посещала на концерты, не театральные постановки, а на концерты, где ведущим был мой сын. И я знаю все закоулочки. Потом, когда работала в МЧС, у нас было награждение, например, финал года, еще что-то, награждение грамотное, просто подведение итогов, где нужно было и там посмотреть, очень много отчетов зачитать, и такие фотографии посмотреть, видеофильмы посмотреть, вот это вот, когда итоги года подводили, где что как. И мы часто готовили, это тоже были, часть какая-то всего этого мероприятия ложилась на нас. Мы приезжали, тоже в рамках многих театров проходило у нас, и мы видели это все за кулисами. Мне это очень нравится стоять за кулисами. Мы приходили задолго до мероприятия, чтобы проверить, что как, куда, и вот это за кулисами, но мне почему-то нравится. Я не являюсь театральным человеком, за кулисами мне нравятся эти пустые кресла. Я представляю, как артист, вот выходит, как им волнительно, сейчас пустые, а там вот глаза, где-то пытливые, кому-то нравится кто-то. Я выступала сама, не будучи, я не знаю, спектаклем каком-то, просто стихи читала на конкурсе, и все, я знаю, какие лица, да, кто-то заинтересованный, даже взглядом помогает. Да-да-да, давай-давай, да, хорошо, все, молодец. Вот, а кто-то так, что-то, да. Это все вот, ну, знакомо, вот за кулисами мне нравится. Планирую, но не скоро. И такой прям любительный театр, ого-го-как, я не являюсь. Давайте я сейчас посмотрю, есть ли вопросы, которые пока вот, я сколько сейчас мыло-то продолжала. Часа три я не брала. Сейчас посмотрю, есть ли вопросы новые. В основном меня поздравляют с новосельем от души, спасибо. Столько добрых слов, столько добрых слов, это просто шквал, просто лавина. Спасибо огромное. Кто-то приводит свои примеры, там, переехали три года назад, вот, два года назад, все, до сих пор обустраиваемся. Таня, спасибо, я не решалась, но сейчас решусь, и все, девочки, я не знаю. И все равно кто-то выходит с грустинкой. То в глазах у меня грустинку найдут, усталость у меня там прям, что, усталость у нее в глазах, а не грустинка. Правильно, у меня усталость, грустинки нет. До сих пор про Мокшенька он опять прочитал. А как же Мокшенька, не верю, что не будете скучать о Саранске. Девочки, да как же не скучать? Ну как же не скучать, если там глыба жизни, если там такой, я не могу на свой футболку смотреть, тряпкой сижу. Но мне бы неудобно. И в тот раз. И скучать буду. И по Саранску, по друзьям, все, ну зачем мне сейчас опираться на это? Все мои эмоции, чувства, они со мной. Они со мной. Конечно, у меня были эмоции, когда я проезжала там Мордовию. Конечно, у меня были свои эмоции, когда пошли минуты с квартиркой. Я с ней когда поговорила. Я поговорила с ней как с человеком, поблагодарила ее за все. Это понятно, но почему-то на весы никто не ставит, вот как я скучала там по детям. Но это же совершенно неравноценные вещи. Конечно, буду. Конечно, буду. Захочу на Мокши, да, но мне и новые места хочется изведать. Захочу на Мокши, я говорю, это ночь. Сяду и поеду. Если меня Мокши позовет, она зовет меня постоянно. Сяду и поеду. Я очень долгое годы, например, когда мамочка болела, папочка была уже, болела, человек не могла поехать ни на Мокшу, никуда. Вот тут мы держим. Я говорю, когда там, Тань, правильно, минимализм. Я говорю, вот это не увезу, вот это не увезу. Ну, просто уже, если все перевозите, это самое. Мне даже женщина писала про, я как-то так говорила, что сын говорит, давай фургон возьмем, все, типа, увезем, никому не ростом. Вот правильно вам сын говорит, фургон надо, и никому на передержку отдавать не надо. Девочки, ну как правильно мы решим? Я вот совершенно сейчас безвластивая, мы сами решим. Мне хорошо, когда он за рулем своей привычной машиной. Хотя на фургоне он уже переезжал, он из квартиры, где они снимали, допустим, с дружкой, с другом, с общежития. Потом они нашли девчончик, понятно, что одна квартира уже, они разъехались. И фургон говорит, мам, я возил. Ну, тут говорят, зачем фургон, вот вздек, пожалуйста, если соизмерить цену вздек, что послать, цена, ой, не надо вздек, там там дорого. И фургон, фургон взяли, арендуется по суткам, по-моему, или по часам, я не знаю. Тут вот все взвесит, мы же сидим два взрослых человека умных. Мы же здесь не то, что он, мам, дает фургон, возьмем, не нужен твой фургон. Нет, мы все взвесим, все прикинем, как выглядит. Если бы меня что-то оставляло очень нужное, я ведь оставила, я так назвала, на передержку, я так назвала. Я знаю, что тут, я не знаю, куда приляпать вышивку. Может быть, я привезла портрет мир свой столь, но это алмазная вышивка, выклопка. И вы, ну, я сюда могу, допустим, повесить сумеречный мост. Но столько вышивок, сколько у меня было, эта квартирка не выдержит просто, сколько вышивок у меня было. Поэтому я так сказала, ну, вот, допустим, я взяла фургон, как вы там, вот, правильно, я бы тоже, вы бы тоже, вот, в своем месте. И привезла бы все сюда, и куда? Куда бы я сейчас стопочкой эти вышивки сложила? Вот с такой кровищей пришел Сергей, забрал. Я говорю, сразу вешай. Он говорит, ну, ты в тепле тебя ждать. Я говорю, Сережа, вешай. Ждать какого-то чуда, я не знаю, если как-то что-то. Поэтому передержка, она так названа, девчата, она, я отдала просто вещи, ну, совсем. И все. Фургоны я могла сюда перевезти. Зачем? Я сюда, вот сейчас вот даже разбираю, думаю, зачем взяла. Все было надо. Но я не одна, что-нибудь пишут. Таня, вроде бы все привезла, все отмеряла. Но все равно какие-то вещи. Их не зовешь лишними, но я сейчас понимаю, без чего я могла бы обойтись. Ну, спасибо за все советы, за все спасибо. Девочки, такое дело, да? И этой дорогой пойдешь, будут плюсы и минусы. То есть там, допустим, давай на своей машине, через ДЭК нам что-то отправим. Давай на фургонь. И там есть плюсы и минусы. Их надо просто все это взвешивать. Ну, нужно все взвешивать. А в том же плане, что у нас даже место еще было. Я говорю, зачем тебе цветы-то раздала? Надо было... Просто меня напугала мама, говорит, я все возьму на цветок, я не представляю. Я говорю, я представляю. Я вон калиночку, и 6 часов. Я говорю, как 6, 8 же, мы по платке поедем 6 часов. Он говорит, о-о-о, если я 8, собиралась его за мякунку на колени держать, то что 8 продержу, но он смеется. Говорю, ну, вот там поставь. Но он нашел, конечно, и там еще. Мы так перестраховались, мы так на передержку все отдали, что мы спокойненько могли бы все что-то еще взять. Все нормально. Я сейчас вот даже, например, ножницы не нахожу, и ладно. У меня такое, только тронется, допустим, мы едем отдыхать. Деньги взяли, паспорт взяли, тронулись. Если начнется, то, ой, вот это же хотели забыть. У меня закон. Не надо вот этого, ой, ой, забыть. Все. Ну, это и нет, я спокоен. Вот это, он говорит, и все хорошо. Ой, а вот это не купили вчера. Да прекрасно. Ну, не купили, да, значит, не так и нужно. Понимаете, вот эту душу терзать, грустью, мокшем, друзьями. Ой, не купила, ой, забыла. А ну зачем? А принимать вот так. Вот это вот очень поможет встать, так сказать, на ноги, обустроиться и так далее. Я сегодня счастливейшая, я перемыла все, что хотела перемыть. Вот. Я бы штору повесила, у меня крючков нет. Куда-то идти я не хочу. Ну, это, мы уже запланировали, там, что не только крючки, там еще что-то. Подожду я недельку. Мы еще один круиз сделаем на выходные. И вот этот список я написала, я тот список разорвала. Все, мы что, не купили, но он уже не нужен. Вот. Новенький, он махонький уже остался. Такой махонький списочек у меня. Ну, за неделю-то я, конечно, его маленечко. Чего, Мах, что с махоньким-то ехать? Вот. И тогда уж все возьмем и это самое повесим. Все будет хорошо. Диван бы привезли. Ой, я сейчас не омокшу, я сейчас на диване скучаю. Это факт. Но все воспринимаю с оптимизмом. Мне прям вот то, что я собиралась сделать сегодня, уголочек завтра, уголочек. Так приятненько. Сейчас опять еще один заказ сделаю. Принесли. Ой, спасибо людям. Красный человек. Я тебя дойду. Я просто сегодня, как думаю, выйду, придет дядя к интернету. Сейчас выйду, сейчас еще одного человека жду. Привезти мне кое-что. А завтра я вдоль Питерской пойду. У меня они что-нибудь сдерживают. А чье кофеек-то надо? И вот прям как хорошо, что есть доставка. И когда все в новенькую полочку протернут, положи-то, как это все приятненько. Это будет все чистенько. Так тряпочкой протрешь? Нет, надо протереть. В холодильничек чистенько, как все хорошо запихнуть-то. Потихоньку устраиваясь. Настроение прекрасное. Да, пока вот в Рязани нет, роликов нет, думаю, ну пусть меня смотрят те девчата и ребята, которые... Приезжают все девчатки, девчатки, это самое... Просто встреча, говорит, Танюш, поговорить, покажите, все показывать не буду, но это совершенно ни к чему. А так вот, такой, да, между нами девочками, это можно... Я вот на первое время вам показываю, что как. Вы у меня с художественным вкусом, прекрасно сочетаемые цвета белых. Еще раз говорю, белый с таким, да, и просто еще под дерево у меня. Вот. Очень хорошо сочетается. Белый, голубой, ну такой вот назовем коричневый, бежевый, что ли, бежевый с этим, короче. Прелесть. И вот эти все цвета, они как-то оттенки воспринимают, акценты, наверное, но я их пока делать не буду. Я даже все, я, вон, и жидкость для мытья посуды поставила так, чтобы она слилась с этим самым. Другой, и все остальное в полочку, я не люблю выставлять эти губки, фигубки. А такой красивый, красивые баночки, я обычно такие красивые переливаю, я такой красивый сразу купила. Все прям хорошо. Пока я не хочу акцента, но захочу, удержите меня семеро. Вот. А пока так вот все вот скромно и красиво. Все вам сейчас показала, все вам рассказала. Немножко. Прямо хоть пустой ставь на плиту, чтобы все это с креслом сочеталось. Все помыла сегодня, даже окна. Я не знаю, как вот это сам балкон, свою странную мыть, я не знаю. В общем, просто вот, ну, пчелка. Просто пчелка. Потом удивляюсь, почему только мы это сам. Девчонки, у меня где-то и одежка-то хорошая есть, но где-то я не знаю, и кто-то мне что-то сообщение пишет. Будешь потерпеть меня в такой, девчонки? Я когда-то я до шкафа с одежкой доберусь. До шкафа. До сумки. Я вот вытащила, в чем дом ходить, в чем на улицу выходить. Ну вот, доберусь чем. Мне там осталось-то, разы, четыре, пять, шесть, семь, сто пятьсот сумочек. И все. Было-то гораздо больше, а я сто пятьсот сумочек осталось. И все. Дорогие мои, спасибо вам за хорошее слово. Если вопрос был, а он ушел, потому что я, например, про подписчиков вопрос выузил. Сейчас села, отдохну, и смотрю, смотрю, смотрю. Он из глубин. Если какой-то вопрос чей-то был, а я не ответила, значит, девочки, потому что я, когда сутки мы ехали, я не отвечала. А это были хоть и коротенькие ролики, но очень просматриваемые. Там 40 секунд, 30 секунд. Смотреть-то нет ни что, а комментарии написали много. И счастливой дороги пожелали. И рады за меня. И вообще приятных слов про Толинку сказали. Спасибо огромное. Но я уже, они могли уйти. Я даже лайкнуть не смогла. Если вопрос куда-то ушел, и я не ответила, вы спросите. Я отвечу. Этаж. Значит, в каком городе? Балашика. Этаж 20. Но это пока все, девчата. Вот. Про этаж что-то спрашивала. Панорамные ли окна на балконе? Нет, они не панорамные. Они прям подоконник. Все подоконник огромный, коричневый. Цветов будет у меня весной. Эх. Хоть рассаду сажай, куда ее девать-то? Там, там, цветочек будет. Это я шучу, конечно. Культурники какой-нибудь. И чашечку кофе надо же поставить. Куда-то. Какое-то очень жаркое, и надо, наверное, жалюсть продумать. Но это все потом. Пока зимушка зима, пущай будет больше цвета. Вот. А еще у меня на балконе клюк есть. И хозяин, как бы нам, значит, там, нет, ключи-то передавал Толюшка один был. Ну, когда он, Толя, попросил, можно ее все-таки мамы из другого города, чтобы я не ждать три дня рабочих ретро еду. Вот он так приходит, говорит, вот этот клюк говорили, что можно это самое вешать. Ну, вот кресло, вот этот кокон, что еще чего-то. Мне так хочется. Ну, я не знаю, выдержит меня или нет. Я припру. Я куплю припру этот кокон. Сюда. Говорю, вывешиваем? Он говорит, нет. Он такой худенький мальчик, прям на Толюшку похож. Такой, ну, как худенький. Ну, со мной не сравнили. По-моему, со мной худенькие все. И это самое, говорит, я бы не рисковала. Тогда, тогда кокон надо купить. Я поставлю весь балкон, вот один кокон поставлю на балкон и все, питочка. А мне не очень удобно сидеть. Наверное, уже кресло. Но тогда этот клюк, который там, надо будет этот самый, цветочек поставить. Сидишь, а на тобой цветочек. Ампельный. А куда ты вот, Анька, будешь девать зимой? Ой, какая разница. Ну, крюк, он же не должен пустовать. Девочки, мыслей полно, всего полно. Все радует. Крюк, кокон посажу, дрёпнусь. А, ну, какую-нибудь пружину, наверное, вниз, чтобы дрёпнуться. И так подскакивает. А где я эту пружину-то возьму? Будет она мне нервы мотать. Вдруг никогда не дрёпнусь. А она будет всегда, как садишься над пружиной. Ну, в общем, цветочек остаётся. Остаётся цветочка, простое кресло. А если цветочек ещё на голову падёт? Вроде серьёзный крюк-то. На что это встал? Поталки высокие. В общем, девчонки, изведаю всё неизвестное. Вот. Устаю, устаю, устаю. Ну, вот тут, простите, спина моя, нога моя. Ну, я даже скрывать не буду. Устаю, но я чередую. Чувствую, устаю, да? На диванчик блещ хочется. Я чередую. Где-то посидеть, где-то что-то перебрать. Вот. Отдохнула, пошла в кладовочку, очередную сумму разобрала. Отдохнула, пошла. Ну, я сегодня, вчера помыла вам, сегодня помыла вот утром кухню. О, там, что там, говорите, вообще не успеешь замахнуться. Так что всё идёт своим чередом. Я радостна. Я ещё даже как-то не адаптирована. Сейчас через несколько часов, когда вот совсем уж спустится ночь, что это будет два дня, как я здесь, и день, как я именно, это самое, два дня, как я приехала в Москву, но так как я приночевала у детей первый раз, то ли опять поехали к нам, что ты не веришь в дуное матрасы. Такая прелесть. Такая прелесть. И будет сутки, как я уже вот, ну, в своём жилище. Поэтому потихонечку, полигонечку. Я сегодня себя тоже так же измотаю. Если до пряжи дойду, девочки, там кто-то пишет, что-то, мне кажется, начнётся мотаться на сочной пряжке. Чувствую, когда уже бы началась, знать бы, где она. Нет, я знаю. Пока она была в коробочке, я знаю, где. А когда я коробочку положу, я спрашиваю только, как лучше, мелкие коробочки запакованы, перевязаны. Потому что, так поставишь, иногда тут коробочкой этот цветок подпереть, тут коробочкой, там вроде столько места, большая ничего не полезет, а маленькая можно распихать. Или в большую сумку клетчатую я все эти коробочки складываю, и одна ёмкость. Он говорит, мам, наверное, так по логике маленькие мы будем. Осталось до потолка местечку, коробочка, коробочка. Я говорю, всё поняла, оставила. А когда уже всё мы сделали, у меня осталась одна клетчатая сумка. И места-то полно. Я так перестраховалась, я так минимализировалась девчонки. Я знала, что я буду максимализироваться, как приеду. Поэтому я так минимализировалась, что она совершенно нестая. Она говорит, мама, может, торопитесь, правда, в сумку? Я сложила. Так на ощупь, я же придуряюсь. Там на ощупь прям так вот потрогаешь, а это тряпки, а это коробки. Что я не расплечу, что в клетчатые. Но пока не добралась, девочки. Вот пока вязание не хочу. Пока в мысли, я потом как-то скучусь. Просто мне хочется вот там протереть, вот тут разобрать. Но пока ещё не до вязания. То на балкон встану, смотрю. У меня в одну сторону дома, 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 дома. В другую сторону лес, 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 лес. Ой, какой он красивый был. Я когда приезжала. Прям вот рыжий. Даже в статье, там, где на обложке мы с Лизой, рыжий, рыжий лес. Это с моего окна. Осень красивая. А сейчас страшно зимний. Но он скоро снежком. И будет тоже красивый. Девочки, всё красивое. Всё красивое. Я до сих пор не верю, что эту глыбу мы смогли. Это же очень сложно. Там продать, тут купить, перевезти. В огромную часть, конечно, всё на то, можно сказать. Держалась всё Анатолию, это делалось. Прям спасибо ему огромное. Сколько раз я уже подоседанкалась? Сейчас до свиданкаю, сто пятьсотый раз. Значит, завтра на семь часов ролик есть. Кто захочет встретиться, встретиться. Кто не захочет, мне пройдёт. А я завтра буду уже думать про ролик. На следующие семь часов. И надо в конце концов выйти. До сих пор не знаю, где вход в лес. Как войду и не вернусь. Где Толя говорит, ты уж пока в лес не ходи. Мам, давай по паркам, по магазинам. Говорит, Толя, не боись, сынок. Твоя мамка выйдет откуда хочешь. И войдёт, откуда и хочешь. Мне кажется, после того, как я хожу вчера в тапках по магазинам, он уже ничему не удивляется. Мне кажется, он до тапок ничему не удивлялся. Почему он что-то удивлялся? Девочки, ну, в тапочках по магазинам, если у вас больные ножки. Я просто... Обувь-то... У меня вот период сейчас обувь... Я же, да, я уже пакет с обувью разобрала. А я, наверное, уже с обувью вначале, да? Но я не помню. Надо было другие. А эти у меня легко снимать, одеваться в машине так, чтобы посидеть. Я же в машине-то ехала без обуви. Шесть часов-то. А тебе плохо снимать, одеваться. Это неудобнее. А так как они у меня вот в чум ехал, в том и хожу, они мне тяжеленькие. Сидеть и снимать их очень хорошо, а ходить неплохо. Все, рассказала, с тобой в кругу пошла. Все, девочки, громко не смейтесь. Ай, смейтесь. Вот. За добрые слова огромное спасибо. За поддержку, за оптимизм спасибо. Самое главное, я выхожу в эфир. Соглава у меня все хорошо. Надо что-то сварить сейчас, да? В кастрюлю-то. Соображу, что-то как включить-то. Ой, ничего не говорите. Все сама знаю. До новых встреч, Ани. Обязательно будут. Теперь все. Теперь в ритм хожу. С маленьким роликом, но выйду. Дяденька интернет провел. Теперь греб не выходить. Не выходить с роликами.